Работу угольных терминалов в находке могут приостановить на три месяца. Коснется это тех стивидоров, кто не ведет достаточной деятельности по снижению загрязнения города угольной пылью. Такое решение озвучено во время совещания, которое провели в находке замминистр транспорта Виктор Алерский и глава Приморья Андрей Тарасенко. На встрече с руководством терминалов они призвали обратить внимание на эффективность пылезащитных мероприятий. На встречу со стивидорами замминистра транспорта прибыл сразу после экскурсии по угольным терминалам находки. У Виктора Алерского была возможность изучить процесс перегрузки в мельчайших подробностях. Заместитель министра и по совместительству руководитель Росморречфлота по результатам увиденного сделал вывод. Да, стивидоры вкладывают в решение угольной проблемы значительные средства и даже продвинулись в решении вопроса. Но сделанного явно недостаточно. Вы тратите значительные деньги, хотя мой счет показывает, они несравнимы с доходами, но не будем считать в чужом кармане. Главное, чтобы эти мероприятия были достаточны. Другое дело, чтобы они должны быть эффективными. В моем понимании, по ряду предприятий, это может быть просто выброшенные деньги. Стивидоры вроде бы и защитные экраны строят и закупают водяные пушки, а угольная пыль все равно летит на жилые кварталы. Вопрос как раз в эффективности принимаемых мер. Где-то ограждающие стены недостаточно высокие, где-то пушки орошают не всю территорию терминалов, где-то не хватает воды для пылеподавления. Решить эти недоработки немедленно призвал глава Приморья. Стивидоры должны прописать план мероприятий по снижению вредного воздействия на окружающую среду. Отсутствие такого плана грозит не только штрафами. Андрей Тарасенко напомнил, что есть рычаги и посерьезнее. За экологические нарушения суд может приостановить работу Стивидора на три месяца. Сейчас подпишем мероприятие, кто готов подписывать. Кто не подписал, мы подаем в суд. А приостановки на 90 суток. Андрей Тарасенко отметил, что находка продолжает страдать от загрязнения воздуха. При этом закрыть все угольные терминалы невозможно. Они обеспечивают рабочими местами тысячи местных жителей и поддерживают налогами городской бюджет. Решение проблемы зависит от самих стивидоров. Деньги на экологическую работу у них есть, но вкладывать их необходимо более эффективно. Первоочередные задачи – модернизация перегрузочных линий и жесткий контроль за соблюдением технологического процесса при перевалке пылящего груза. Владимир Клюшников, Александр Каноненко, Панорама.